Камень 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 Заячий хутор. Сейчас там находится биологическая станция университета. И мало кому известно, что это здание и вся прилегающая территория – дача Алексея Михайловича Иваницкого, подаренная ему царем в благодарность за тот самый знаменитый альбом фотографий. Семья Иваницких создала здесь что-то вроде культурного центра. Здесь гостил Шаляпин, отдыхая во время харьковских гастролей. Здесь некоторое время после трагической гибели мужа жила известная художница Зинаида Серебрякова. Живописные окрестности привлекали сюда художника Петра Левченко. А Сергей Васильковский, одноклассник хозяина дома и его близкий друг, написал здесь около десятка работ. Кстати, именно Васильковский познакомил Алексея Михайловича с историком Яворницким. Результатом этого знакомства стала совместная поездка историка, художника и фотографа на Запорожье, по местам казацкой славы. К сожалению, эти фотографии исчезли, как и многие другие. Может быть, и прав был Булгаков, утверждавший, что рукописи не горят. А вот архивы горят. Пожары семью Иваницких просто преследовали. Сгорела мастерская на Екатеринославской, и в огне погибли не только вещи, но и фотографии. В годы войны в дом семьи Иваницких на Руднева попала бомба. Начался пожар, и архив фотографа сгорел еще раз. Правда, есть шанс, что часть его уцелела и, может быть, когда-нибудь найдется. Судьба самого Алексея Михайловича сложилась трагически. В 1918 году, в разгар гражданской войны, он ехал в Крым, чтобы забрать отдыхавших там жену и дочь. Поезд остановили бандиты и начали проверять документы. Увидев фамилию Иваницкий, приняли фотографа за его однофамильца, депутата Государственной Думы, и расстреляли. Все архивы дедовские остались у моего отца, который был, к несчастью, тоже в 1930 году репрессирован, раскулачен. И эти архивы, естественно, были конфискованы. Мне удалось получить доступ к делу следственному отца. И в протоколе обыска сказано, что изъяты 4 коробки с диапозитивами и 2 папки с перепиской. Где эти архивы, никто не знает. Я написал, в Харьковской СБУ написал письмо. И получил официальный ответ, что никаких сведений у них по этому вопросу не имеется. После этого я написал письмо в Киевское СБУ, уже украинское. Ну, как это ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я хотел бы, используя эту возможность, обратиться ко всем людям. И, конечно, лучше всего к тем, от которых что-то зависит. Попытаться найти эти архивы. Работы Иваницкого хранятся в московских архивах и музеях. Какая-то часть их есть в Харьковском историческом музее. А еще целое рассыпь творений мастера в харьковских семейных альбомах. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. В результате можно получить или кучу щебня, или перестал для памятника. Все зависит от человека.